Привет всем. Меня зовут Сергей Бабкин. Я украинский артист, актер, музыкант. Начну с того, что вся моя семья, все мои родные, они родились в Белгородской области. Губкинский район, село Корочка. И с самого малого возраста до 25, наверное, лет, каждое лето я ездил туда. Это самые светлейшие воспоминания моей жизни, самые яркие. Каждое лето мы выезжали по Белгородской трассе из Харькова, проезжали через границу, тогда ее не было, раньше, в детстве. И ехали на Белгород, проезжали через Белгород и приезжали в деревню. А сейчас, а сейчас с той стороны летят ракеты. Едут танки, какая-то военная техника, постоянные взрывы. Как это? Как это может? Как это? Я... Я не прошу меня спасать. Я не прошу меня. Никто не ущемляет в своей стране. Никто. Ни за что. Я пишу песни на русском языке, я пишу песни на украинском языке, я пишу песни на том языке, на котором мне захочется. Когда мысли приходят на русском языке, я пишу песни на русском, на украинском, на украинском. Свобода. Свобода, воля. Я сейчас, конечно, не обращаюсь к тем людям, которые смотрят какие-то телеканалы, по которым, конечно же, вам говорят, что там какая-то операция, что там сами, сами украинские войска подбили самих же себя над Киевом. Какая операция? Ну, ладно, я к ним не обращаюсь. Это зомби, которые... Ну, которые верят только в то, что им внушают, то, что им внедряют, и все. Их никак не изменить. Хорошо, ладно, я обращаюсь к разумным людям, которые есть наверняка. У меня очень много друзей в России, очень много. Я провел там много времени. Мы раньше везли с концертом, и все. У меня тысячи человек, которые знают меня лично, с которыми мы работали, творили, дружили, приятельничали. И до сих пор держим связь. Ребята мои дорогие, пожалуйста, сделайте все от себя возможное. Все от себя возможное. Что-нибудь. Не хотите идти на улицу с транспарантами или без транспарантов просто собраться вместе и высказывать свое недовольство по этой ситуации? Хорошо. Пишите. Пишите. Выставляйте посты антивоенные. Пишите. Делайте что-нибудь. Я вас очень прошу. Пожалуйста. Пожалуйста. И еще я обращаюсь сейчас к матерям. К матерям тех ребят, которым сказали, что они идут не воевать, что они идут не торгаться на территории Украины. А у них какая-то просто спецоперация, учение. Они совершенно не знают. И сейчас есть такие, я знаю, которые складывают оружие, разворачиваются и уходят. Капитулируются и уходят или сдаются. Есть такие, да. У них включаются мозги, у них включается разум. Разум включается просто. Включается сердце, душа включается с разумом. И они понимают, что за бред, что происходит. Мы не должны этого делать. Спасибо им огромное за это. Я еще раз обращаюсь к матерям. Пожалуйста, верните своих сыновей. Позвоните, свяжитесь как-нибудь. Скажите им про это, что их обманули. Что их подставили. Что они идут, их просто отправили на смерть. Вот. Вот. Непонятно за что. Непонятно зачем. Я обращаюсь к тем женщинам, у которых мужья работают в каких-то спецслужбах. Позвоните им. Скажите им. Пускай они свяжутся со своими, передадут другим. А те другим, а те другим. Эта цепочка. Хотя бы так, пожалуйста. Вы сообщите им, что это все неправда. Что это все, что то, что вам говорят, да. Что здесь какая-то спецоперация. Ну как это так, ребяточки дорогие мои. Как это так? Какая спецоперация, если танки ездят по центру города, по Киеву, где ходят люди. Ездят на машинах люди. Белым днем. Какая спецоперация? Какие могут быть учения? Как можно в это верить? Вообще не понимаю. Как? Танки наезжают на машины с людьми. Это спецоперация? Это учение? Откройте глаза, пожалуйста, себе и другим, своим, тем людям, которым вы не безразличны, которые не безразличны вам. Пожалуйста, откройте им глаза, откройте им уши. Позвоните, скажите им прямо, что происходит. Пускай все, кто может, у кого еще раз повторяю, включается разум и сердце. Те ребята, те мужчины, которые пошли, которые их отправили сюда. Скажите им, пожалуйста, пускай складывают оружие, разворачиваются и уходят домой. Уходят домой к своим родным, любимым, к своим детям, к своим женам, к своим матерям. Пускай уходят домой. Я каждый вечер молюсь. Я очень верю, что все прекратится. Я знаю, что все прекратится очень скоро. Очень скоро все прекратится. А тем людям, которые посчитают меня клоуном, которого заангажировали, которому как-то, может быть, замудрили мозги, воткнули кляпы в уши. Я им желаю добра. Я им желаю здоровья, счастья и мира. Мира. Мирного неба над головой. Мира в душе, в сердце. Всем нам мир. Я. Бог с нами. Бог все видит. Бог нам помогает. Все будет очень хорошо. Скоро все прекратится. Я знаю. Я знаю. Но мы должны тоже что-то сделать для этого. С Богом. Я автор субтитров. Я не знаю. Я перейду. Я сделаю все-таки ходья.